Всем привет, дорогие друзья! С вами Глеб Задой и это новостной выпуск. Сегодня мы поговорим о том, как Европа переходит на оплату за российский газ в рублях. Обсудим мы то, кто же все-таки купил акции ТКС-групп у Олега Тинькова. Поговорим о возможном объединении банков ВТБ и открытия. Обсудим новость о том, что ВК предупредила о рисках прекращения работы. Конечно же поговорим о том, какое решение принял Центробанк по процентной ставке. Ну и обсудим льготную ипотеку на вторичное жилье. В общем сегодня, друзья мои, будет крайне интересно, поэтому поставьте лайк авансом и обязательно досмотрите это видео до конца. Но начнем мы с того, как завершились торги на основных финансовых площадках по итогам рабочей пятидневки. Нефтяные котировки марки Brent торговались в районе отметки в 108 долларов за баррель. В пятницу золото упало до отметки в 1900 долларов за тройскую унцу. Индекс S&P находился под давлением и располагался на уровне 4240 пунктов. Индекс РТС подрос до 1050 пунктов. Биткоин по-прежнему располагается в районе отметки 39 тысяч долларов за единицу. Индекс доллара взлетел на этой неделе до 103. Курс доллара на московской бирже в пятницу торговался в районе отметки в 71 рубль. Для начала давайте поговорим о том, как европейские страны переходят на оплату за российский газ в российских рублях. Собственно, Польша отказалась платить за газ рублями. Болгария вслед за Польшей сообщила об остановке поставок газа из России. Ранее обе страны получили уведомление от Газпромэкспорта, что с 27 апреля с 9 утра по московскому времени поставка российского газа будет полностью остановлена. Тем не менее, Польша, например, продолжает закачку российского газа. Делает она это реверсом из Германии по газопроводу Ямал-Европа. Финские и эстонские власти отказались оплачивать российский газ в рублях. Германия снизила зависимость от российского газа. Его доля снижена до 35% с 55% в структуре импорта. Об этом заявил министр экономики ФРГ. Австрия приняла условия по оплате российского газа в рублях. Вот такие вот новости, друзья мои, нам поступают. Но на самом деле мы уже с вами говорили об оплате за газ в рублях для наших европейских партнеров. По большому счету вообще абсолютно ничего не меняется. Они как платили за газ в евро, так и будут продолжать платить за газ в евро. Единственное, только изменилась схема оплаты, что теперь нужно открыть счет, специальный счет в Газпромбанке. На этот счет перечислять, соответственно, иностранную валюту свою, европейскую валюту. Дальше Газпромбанк берет эту европейскую валюту, меняет на рубли и рублями оплачивает, соответственно, уже поставки газа Газпром. Собственно, для европейских партнеров не меняется совершенно ничего. То есть сейчас такая идет борьба политики, борьба за там кто кого передавит всевозможными санкциями и так далее и тому подобное. В общем-то, в чем суть отказа, совершенно непонятно. Вот некоторые европейские страны отказываются платить за газ в рублях, желая наказать Россию, несмотря на ущерб своим же налогоплательщикам. Такие слова высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. И он подчеркнул, что Владимир Путин не планирует разговоров по газовой проблематике с лидерами Европейского Союза. В общем, не будете платить за газ, как говорится, замерзнете следующей зимой. Все предельно просто, друзья мои. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что бюджет России выдержит снижение потребления Европой российского газа. Он сказал буквально следующее. Европа в ближайшее время точно не сможет отказаться от российского газа. Поставки будут сохранены. Тем не менее, когда мы планируем бюджет на будущие периоды, естественно, мы учитываем снижение потребления европейскими партнерами. С одной стороны, а с другой стороны, мы также рассчитываем на увеличение объемов поставок по другим направлениям. Именно такое заявление сделал Антон Силуанов. Так что бюджету российскому ничего не грозит. Но в то же самое время я хочу напомнить, что тот же самый Антон Силуанов недавно говорил о том, что в текущем 2022 году Россию ждет бюджетный дефицит на уровне 1,6 триллиона рублей. Так что, конечно же, бюджет выдержит. Жирок-то, в общем-то, накоплен. Но с бюджетным дефицитом все равно как-то бороться, друзья мои, надо будет. Есть верный способ, как бороться с бюджетным дефицитом. Это, конечно же, чуть-чуть все-таки отпустить рубль в свободное плавание. Я уже, в общем-то, высказывался на эту тему. В последних вебинарах говорил о том, что есть такое мнение, что сейчас как раз на майские праздники курс доллара продолжат придерживать. А после майских праздников курс доллара, собственно, отпустят такие свободные плавания. Потому что на бирже мы сейчас видим курс доллара 71 рубль за доллар. А в то же самое время, если вы попытаетесь поменять валюту где-нибудь в обменниках, наличную валюту. Или поменять валюту где-нибудь, например, в мобильных приложениях своих банков. Или попытаетесь поменять валюту через криптобиржи. Доллары поменять на рубли. То вы увидите совершенно другой курс. Или если захотите купить доллары, вы увидите совершенно другой курс. То есть есть курс, который мы сейчас видим на московской бирже. И есть другой реальный рыночный курс, который, собственно, формируется в условиях реальной экономики. И напомню, кстати, что в 2014 году, когда Крым стал нашим. И когда курс доллара взлетел до отметки 80 рублей за доллар на московской бирже, была точно такая же история. То есть курс доллара взлетел. Потом, собственно, были приняты меры, которые, собственно, дали возможность снижения курса доллара. И он снижался до мая месяца. А после майских праздников, собственно, после мая месяца, курс доллара в 2015 году начал постепенно подрастать. Посмотрите, у меня в телеграм-канале я прям картинку выкладывал, где показывал, собственно, вот именно интервал графика в 2015 год. И там прям четко видно, что курс доллара сдерживали в мае. А после майских праздников, после мая месяца его отпустили. И он вырос тогда, если я не ошибаюсь, на 40%. Там с 50 до 70 рублей. В общем, примерно такая же история может повториться и в текущем 2022 году. И это, кстати, одна из тех мер, которая может позволить несколько уменьшить размер бюджетного дефицита. Потому что чем больше мы выручаем рублей за продажу нефти, газа и так далее и тому подобное, тем, собственно, лучше живет бюджет, лучше живут нефтегазовые компании. Ну и вообще в целом, в общем-то, чувствует наша себя российская экономика. Поэтому я, честно говоря, в этой истории про рубль, или, точнее, доллар, точнее, по 71 не особо верю. И считаю, что это довольно привлекательный курс для покупки на долгосрочную и среднесрочную перспективу. Окей, давайте перейдем к следующей новости. Интерроспотанина купил 35% в ТКС-групп у семьи Олега Тинькова. А Центробанк уже одобрил сделку. Кого там только не называли. Кто может быть интересантом на вот этот пакет 35% Олега Тинькова. Там называли всякие разные имена, фамилии, названия компаний. А в итоге, как из ниоткуда, появился Интеррос и купил. И Центробанк очень быстро одобрил эту сделку. И, собственно, уже понятно, что контроль переходит по Танину. Параметры сделки не раскрываются, разумеется. После появления сообщения о предстоящей сделке акции Тинькова на московской бирже сначала взлетели. С 2,5 тысяч до почти 2 900 рублей за бумагу. Но позднее, собственно, откатили. Торги расписками компаний в Лондоне сейчас, напомню, заморожены. Что сказал на тему продажи своей доли в Тиньков банке сам Олег Тиньков? Я горд, что вместе с своей командой построил с нуля лучший банк в стране. Консенсус в нашей индустрии это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей. Друзья мои, я вот искренне, честно, вот каждому из вас желаю и себе тоже желаю, чтобы каждый из нас с вами смог уйти на пенсию. Ну, со здоровьем обязательно, да, потому что у Олега Тинькова действительно есть достаточно серьезные проблемы со здоровьем. И этого, конечно, врагу не пожелаешь. Но я каждому из нас с вами желаю, чтобы мы уходили на пенсию, продав 35% пакет акций какой-нибудь большой миллиардной компании. Если вы поддерживаете мое вот это пожелание, всем нам с вами можете отблагодарить меня сейчас под этим видео лайком. Ладно, следующая новость тоже про банки немножко. ВТБ, открытие и РНКБ могут быть объединены. Глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком еще два подконтрольных государству кредитных организаций. Это открытие и РНКБ. Идею, кстати, уже одобрил Владимир Путин. Он считает, что такое решение позволит банкам заметно сэкономить на отделениях, которые у ВТБ и открытия часто дублируют друг друга, расходах на персонал, а также приведет к крупного федерального игрока в Крым. Ну, в общем, суть какая? Объединяем три крупнейших госбанка, никакой приватизации не будет. Там, как обещали, да, когда, помните, когда Центробанк забирал под свое крыло открытие, говорили, что он какое-то время его поддержит, а потом, собственно, выпустит его на рынок, да, собственно, приватизирует там, да, и так далее. В итоге никакой приватизации не будет, вполне вероятно, что банки будут объединены. Для ВТБ это в целом довольно позитивный фактор, но это довольно негативный фактор, конечно, для сотрудников ВТБ и открытия, некоторые из которых реально могут потерять работу, потому что, разумеется, будет оптимизация штатов, будет оптимизация затрат на аренду, персонал там, да, и все прочее. Так что, друзья мои, вот такая вот новость. Ну, в целом, для ВТБ, я считаю, это позитив, так что можно ВТБ, вечно тонущий банк, покупать. Никогда не думал, что я такое скажу, что ВТБ можно покупать, но вот на этой новости, в принципе, можно рассмотреть такую историю. Еще одна компания интересная, российская, которая взлетала довольно-таки неплохо после открытия биржи, после всех этих февральских событий, это ВКонтакте, предупредила о рисках прекращения работы сервисов из-за нагрузки на инфраструктуру. Они говорят, что если инфраструктура в России не сможет удовлетворить возросший спрос, услуги группы могут быть прерваны. Сбои в работе сети или электропитания могут привести к потере данных и сокращению числа пользователей сервисов ВК. Ранее глава ВК направлял в Минцифры письмо с просьбой помочь в закупке десятков тысяч серверов. Компания говорила о том, что они не могут найти вендоров, которые бы поставили им, собственно, вот эти самые сервера. Никто не хочет работать с российскими компаниями. В Минцифры сообщили, что дефицита вычислительной техники нет на российском IT рынке. И ведомство также предпринимает ряд мер для организации бесперебойных поставок серверов, систем хранения, а также рабочих станций. Ну, в общем, как обычно. У бизнеса свое видение того, какие есть у него проблемы. А у государства совершенно другое видение на эту ситуацию. Вот, ну, собственно, тут все понятно. Прекрасная новость для тех, кто, в общем-то, радеет за криптовалюту, друзья мои. Парламент Панамы одобрил закон, регулирующий использование криптовалютных активов в стране. Отмечается, что принятые нормы открывают возможность, во-первых, принимать оплату налогов в валюте, а также регулируют торговлю и использование криптоактивов, выпуск цифровых ценных бумаг и запуск новых платежных систем. Надеюсь, что и Россия тоже однажды примкнет к списку тех замечательных стран, которые, собственно, принимают законы, которые позволяют использовать криптовалюту в расчетах. Ну, про наш Центробанк, да, давайте чуть поговорим, потому что Центробанк на этой неделе, в пятницу, решил-таки снизить процентную ставку ключевую свою до 14%. Сразу снизил он ключевую ставку аж на 300 базисных пунктов, ну и, соответственно, на 3%. Совет директоров Банка России на заседании 29 апреля принял решение о снижении ключевой ставки с 17 до 14%, говорится в сообщении регулятора. Это второе подобное снижение, кстати, уже в этом месяце. Первое предыдущее снижение было с 20 до 17% и снижение было на внеочередном, напомню, собрании заседания Центробанка. Ключевым аргументом в пользу снижения ставки стало то, что снижаются инфляционные ожидания у населения. Если ранее, в апреле, значит, если ранее, точнее, в марте инфляционные ожидания у россиян были порядка 18,3%, то сейчас в апреле они неожиданно снизились до 12,5%. Вот, друзья мои, кстати, у меня вопрос к вам. Как вы считаете, какая реально инфляция у нас с вами будет в стране в этом году? Напишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео, какую инфляцию, какой рост цен вы ожидаете вообще. Видите ли вы рост цен сейчас в моменте, да, или наоборот, может быть, кто-то его не замечает. Ладно, давайте еще парочку хороших новостей. Точнее, одну новость хорошую, другую плохую. Вам, собственно, с какой начать? Ну, давайте начну с плохой новости. Россия в апреле сократила добычу нефти на 9%. Ранее, в марте месяце сокращение добычи составило всего лишь, навсего 0,3%, но вот в апреле снижение добычи составило аж целых 9%. Причем, что примечательно, с весны 2021 года, последний весь год, Россия только наращивал добычу постепенно, планомерно, но вот сейчас, собственно, началось снижение добычи на 9%. Это, согласитесь, негатив для нашей экономики, потому что она, опять же, питается в первую очередь от продажи нефти и газа. Ну, а министр финансов России Антон Силуанов ранее говорил о том, что в 2022 году Россия может потерять порядка 17% нефтяной добычи из-за санкций. Друзья мои, а это очень-очень немалая доля нашей экономики, к сожалению. Но могут на следующей новости, и следующая новость будет хорошая, на следующей новости могут порадоваться строители, застройщики, инвесторы в недвижимость, да и вообще все мы с вами можем порадоваться, потому что Хуснулин допустил расширение льготной ипотеки на вторичное жилье. По его словам, решение могут принять, если правительство в ходе мониторинга увидит, что существующих мер поддержки не хватает. То есть сейчас, напомню, было принято решение снизить с 1 мая ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%. Это уже прекрасный, замечательный шаг, который действительно способен поддержать рынок недвижимости, позволит решить ряду россиян свой же личный вопрос, позволит сохранить спрос на квадратные метры, не доступая строительному сектору и так далее и тому подобное. А это тоже немалая часть нашей экономики. Но, если этого будет недостаточно, то, собственно, правительство может рассмотреть расширение льготной ипотеки еще и на вторичку. Почему это так? Дело в том, что первичный и вторичный рынок, они очень тесно взаимосвязаны, так как многие покупают квартиры в новостройках, продавая какую-то свою другую недвижимость. То есть продали на вторичку однушечку и взяли в ипотеку двушечку. И, соответственно, чтобы у них эту однушечку кто-то купил на вторичке, соответственно, этому человеку, скорее всего, тоже понадобится ипотека. То есть довольно мало покупателей на рынке ходят с живой наличкой. И если будут приемлемые ставки на вторичку, то решать свои жилищные вопросы, переезжать в более комфортабельное жилье, больше квадратные метры и так далее, российским семьям будет гораздо проще. Это очень позитивный фактор для строительного сектора и для рынка недвижимости в целом. Ну и, друзья мои, под занавес давайте чуть-чуть поговорим о том, как отчитываются компании российские и американские. На этой неделе было выпущено ряд отчетов различных компаний. Например, вот компания Google отчиталась за первый квартал. Отчет оказался хуже ожиданий, но при этом выручка у компании выросла за год. Выручка, точнее, за квартал по сравнению с данными предыдущего года. Первым кварталом прошлого года выросла на 23%. А прибыль сократилась на 8%. Microsoft отчитался за третий квартал. Выручка выросла на 21%. Прибыль выросла на 17%. Intel отчитался за первый квартал. Выручка снизилась на 7%. А вот прибыль выросла сразу аж на 141%. Visa отчиталась также довольно позитивно. Выручка и прибыль выросли на 25% и 21%. Соответственно, Facebook отчитался о росте выручки на 7% в первом квартале. И о увеличении, о снижении, прошу прощения, чистой прибыли на 21%. Ну и Apple отчиталась о том, что выручка выросла на 8,5% довольно скромной. И прибыль также прибавила 6%. Яндекс теперь к российским бумагам отчитался о росте выручки на 45%. Газпром отчитался за 2021 год. Выручка у крупнейшей газовой компании выросла на 62%. А чистая прибыль взлетела на 1329%. ВК, кстати, отчиталась за первый квартал плюс 10% к выручке. Прибыль сократилась на 2,5 миллиарда. X5 Retail Group отчитались о росте выручки в первом квартале на 19%. И уменьшение чистой прибыли аж на 67%. Довольно тревожный звоночек. Но мы, кстати, скоро планируем записать видео о ситуации среди ритейлеров. Так что ждите и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить это видео. Мосбиржа отчиталась о росте чистой прибыли на 18%. Ну и Unipro рассказал о том, что в первом квартале их выручка выросла на 30%. А чистый убыток составил 7,8 миллиардов рублей. В то время как в прошлом году они заработали за первый квартал 4 миллиарда чистой прибыли. Это на заметку владельцам акций Unipro. Ну и еще также из корпоративных новостей стало известно о том, что Газпром после публикации отчетности начали ходить на рынке такие слухи, что Газпром может выплатить в этом году довольно неплохие дивиденды на уровне примерно от 50 до 52 рублей. Решение скорее всего будет объявлено в мае, поэтому следим внимательно за новостями по Газпрому в мае. Ну и Магнит отказался от выплаты дивидендов за 2021 год. Не очень хорошая новость. Ну и собственно на этом, наверное, на сегодня, друзья мои, все будет достаточно. С вами был Глеб Задоя. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Жду вас в комментариях. Ну и собственно успехов вам в инвестициях, торговле и прекрасных майских выходных. Всем пока-пока.